Вопрос конкретного человека Супруга Ильдара Дадина на неделе получила письмо от мужа Десять дней назад он был в Вологде Куда повезут дальше, в тот момент еще не знал Впрочем, родные Ильдара до сих пор не в курсе, где он сейчас Надеются, что хотя бы в безопасности За новостями о самом известном заключенном страны сейчас следят многие Вот Федеральная служба исполнения наказаний сообщила Что служебная проверка насилия со стороны сотрудников колонии не подтвердила А вслед за этим уголовное дело отказался возбуждать и Следственный комитет Есть концлагерь, а есть гестапо И мы пытаемся сделать так, чтобы гестапо проверило концлагерь А гестапо нам говорит, нет никаких нарушений Понятно, что они не будут искать эти нарушения Понятно, что они будут оправдываться Это преступники, это фашисты Они просто выстроили систему насилия Сообщения в СИН умалчивают На пытки жаловался не только Дадин Еще несколько заключенных той же колонии Говорили и показывали следы от побоев Уполномоченный по правам человека запросила кадры с нагрудных камер Они есть у каждого тюремщика Но в присланных пленках были дыры Либо кто-то на время выключал регистраторы Либо записи удалили позднее Мы фактически ничего не можем Вот есть эта колония, которая как крепость стоит Как в 14 веке средневековая крепость Где издеваются над людьми А сделать с этим ничего нельзя Пройти туда, освободить этих людей нельзя Пройти туда, запретить им пытать людей нельзя Они мне связывали руки В холодную воду и обливали Ноги обливали Производили пытки над ними в коптерке Подвешивали их, били палками Мы сами это видели Да Нормяну душили этим мешком И выкручивали руки Десятки видеозаписей, сотни фотографий Комитет против пыток Не просто собирает ужасы тюремной жизни по всей стране Пытается привлечь к ответу тех, кто это устраивает Позиция следственного комитета здесь никого не удивляет Если человек побит, но жив И его даже инвалидом не сделали Ну тут вот никаких шансов нет Можете быть уверены Будет постановление об отказе в возбуждении уголовного дела Мы каждый раз вместо следователей следственного комитета Собираем доказательства Мы каждый раз это все оформляем, закрепляем То есть занимаемся ровно тем, чем должен заниматься следователь следственного комитета Потом идем в суд, добиваемся отмены этого постановления и так далее 70 уголовных дел они уже довели до суда Но тех, кого избивают и калечат, гораздо больше Правозащитники насчитали как минимум 20 так называемых пыточных зон Там издевательства над заключенными давно стали системой Если они мусульман заставляют есть свинину И после этого, когда он этого не ест, свинину Его сажают в ШИЗО, в ШИЗО жестоким образом пытают Это что? Для того, чтобы уменьшить количество людей, которые идут в ИГИЛ Или наоборот? Это что, способствует национальному миру в стране или нет? То есть очевидно, это для власти вредно, понимаете? Это просто говорит о том, что власть не контролирует ситуацию Его история ужасна, но в то же время типична Леонид Красных отбывал срок за кражу Рецидивист четвертый раз в тюрьме повидал многое Но последняя колония навсегда осталась в памяти В штрафной изолятор попасть можно за что угодно А уже там издевательства и пытки У меня конкретно в течение пяти суток, каждый через час, через полчаса вытаскивали и сбивали На тот момент, как минимум человек 20, вообще прям убивали, прям конкретно Прям вот выводили и били, и били, и били, и били, понимаете? Я вот сам лично просил их, я говорю, вы убейте реально, вы люди или нет? Убей меня реально, что ты издеваешься? Потому что это невыносимо терпеть Он пытался жаловаться еще в колонии Безрезультатно, когда освободился, опять писал бумаги Следователям и правозащитникам, президенту и представителю Евросоюза Говорит, не помог никто Возможно, обычным людям эта история кажется далекой И потому не вызывает сострадания Но Леонид напоминает русскую пословицу Про от тюрьмы и от сумы К любой из, ну, здесь, которые ходят Они не думают об этом, что он завтра может там оказаться И что с ним точно так же будут поступать Например, поступят в отношении него неправильно, как он считает Например, человек образованный, знает законы, туда-сюда И то есть проявит какое-то там свое несогласие с этим В какой-либо форме это выразит И то есть и не факт, что вот именно с ним так и произойдет Узнать позицию Федеральной службы исполнения наказания непросто Интервью не дают, правда, прислали письменный ответ Этот текст похож на стандартный образец Просто замени фамилию Красных, скажем, на Дадина И поймешь Примерно так ФСИН и отвечает на все обвинения в свой адрес После освобождения из исправительного учреждения Гражданин Красных обратился в прокуратуру Алтайского края С заявлением об избиении со стороны сотрудников Исправительной колонии номер 3 В ходе проведенной проверки информация, изложенная в заявлении, не подтвердилась Историй подобных этой так много, что на них действительно не обращают внимания Журналист и правозащитник Зоя Светова убеждена Чтобы бороться с пытками по-настоящему Их в первую очередь нужно назвать своим именем А значит ввести в Уголовный кодекс новую статью Чтобы это было названо пыткой Люди рассказывали типы пыток, которые к ним применяют И оказалось, что в разных колониях, в разных регионах России К заключенным применяют одни и те же пытки То есть было такое ощущение, что как будто бы сотрудников обучают Или есть какие-то методички о том, какие пытки применяют Зачем бьют? Сами заключенные единодушны Все издевательства для того, чтобы сломать людей Это выгодно и администрациям колоний И всей системе, направленной на подавление личности Возможно, поэтому правозащитники в отдельных случаях Могут спасти пострадавших от насилия Но пытка как метод исправления никуда не исчезает Николай Страбахин, Леонид Бабков, РТВА «Москва» Ты чего?